Счастье это то, что мы считаем главной целью нашей жизни. Но все мы понимаем это слово по-разному. Ведь все мы такие разные, со своими желаниями, стремлениями и родом занятиями. Кто-то находит счастье в окружающих его людях. И для него счастье это беспокойная семейная жизнь. Кому-то для счастья нужно реализация своего потенциала, добиться успеха в карьере, воплотив в жизнь свою гениальную идею. Кто-то счастлив в своей постоянной и стабильной жизни, а кому-то нужны перемены, новые эмоции, места. Независимо от наших желаний, возможностей и успехов, я думаю, вы согласитесь с тем, что жить хорошо – это прежде всего жить счастливо. А счастливо – это то, когда наше существование приносит нам истинное удовлетворение. Когда нас окружают, дорогие нам люди, когда мы находимся вместе, которое считаем родным, когда наша работа приносит нам истинное удовольствие. Если описать счастье одним словом, то прежде всего это гармония внутри себя. Жизнь настолько многогранна, что иногда, добиваясь успеха в какой-то одной сфере, для счастья нам не хватает реализации иных. Дом, семья, работа – это, пожалуй, базовые ключики к ощущению счастья, без которых, наверное, каждый живой человек считал бы себя несостоявшейся личностью. Далее определяется и вы сами – если дом, то где, если семья, то с кем, если работа, то какая. И в выборе каждой из этих вещей важно не ошибиться и не бояться что-то изменить, чтобы чувствовать себя счастливым. Давайте разберемся с каждым из так званых ключиков в отдельности и попытаемся найти ингредиенты к своему собственному счастью. Чтобы быть счастливым человеком, важно любить и быть любимым. Это то чувство, которое вас окрыляет и помогает преодолевать все. От близких людей мы ощущаем и тепло, и заботу, и поддержку. Нам так важно знать, что, несмотря на взлеты и падения, они всегда будут рядом с нами. Поэтому так важно сохранить близкие и теплые отношения со своей семьей, ведь вы всегда сможете положиться друг на друга, будете самыми лучшими и преданными друзьями. Не менее важно найти человека, с которым вам будет приятно проводить время вместе. Вы будете с ровкостью понимать друг друга, а также вместе сможете построить теплые доверительные отношения. Когда я поинтересовалась у зрителей, как, по их мнению, выглядит счастливый человек, большинство ответили «счастливая семья», «финансовая независимость», «крепкое здоровье», «свое» и «родных». А на вопрос, какое желание они бы загадали, 70% ответили «здоровье родным» и, возможно, всегда им помочь, как морально, так и материально. Также важно найти место, в котором вам будет улыбно, где вы будете ощущать, что вы дома сможете расслабиться, восстановить энергию. Немаловажный город, в котором вы живете. Каждую неделю популярные журналы и блоги оглашают топ городов мира самых комфортных для проживания. А в каком городе комфортно именно вам? Для выбора места жительства важно понимать, будут ли вам уютные городские жунгли с характерным постоянным шумом и такой активной жизнью, или же обилие зелени, водоемов, природы и сопутствующие ей спокойствия. Я спросила своих зрителей, где бы они оказались, если бы могли выбрать любой уголок планеты. Кто-то пожелал оказаться в современной мегаполисе, кто-то на берегу Лазурного побережья, а кто-то с ледостаринной архитектурой городских агентов. Самыми популярными ответами были Бора-Бора, Нью-Йорк, Штаты, Сиднея, Австралия, Токио, Япония. Много людей ответили, что остались бы там, где есть сейчас. Вместе с тем многое, кому место совершенно не важно, а важны люди, которые их окружают. Работать нужно в свое удовольствие, а это значит заниматься тем делом, которое вам нравится. Когда и получать за эти деньги, будет двойнее приятнее. Согласитесь, работа занимает достаточно большое количество времени в жизни человека. В большинстве случаев это аж целых 8 часов в день. И крайне тяжело идти на нее каждый день, если это не любимая работа. Важно выбрать то, что вам будет приносить удовольствие, а когда вы будете насаждаться тем, что вы делаете, это покорять новые и новые вершины на карьерной лестнице будет намного легче. Задумывались ли вы, когда таким бы вы стали, если бы у вас появилась возможность выбрать новую профессию? Была бы это та же самая профессия, что есть сейчас, или было бы что-то совершенно иное? Я поинтересовалась у зрителей, какую бы профессию выбрали вы. И самой популярной мне оказались IT-специалисты и автогонщики. Также многое ответили, что не меняли бы свою профессию и считали, что сделали выбор верным. Слово «счастье» как и способы его достижения в разных странах понимают по-разному. Финляндия возглавила рейтинг стран мира по уровню счастья ООН на 2018 год. Так давайте разберемся, что же, по мнению финнов, это самое «счастье». Нет какого-то единого четкого перевода слова «сису» или какого-то единого определения. Если подвести итоги, то «сису» можно использовать в качестве философии жизни финнов. Она содействует физическому и психологическому благополучию. Помогает вам общаться с родными людьми, друзьями и коллегами. Что должно быть сделано, то будет сделано, несмотря ни на что. Этой фразой можно описать финское «сису», объединяющее всю нацию. Здесь собраны выдержка, упорство, выносливость, стойкость, настойчивость, мужество, смелость и прямолинейность. Философия «фрилус-слим» заключается в воссоединении с природой и восстановлении, утерянных при работе и пребывании в городской свете сил. А право воссоединиться с природой в Норвегии даже защищено законом. Эта страна занимает почетное второе место в рейтинге стран мира по уровню счастья. Согласно философии «фрилус-слим», мир не ограничивается работой, городом и всей окружающей вас рутиной. А крайне важно выбираться в естественную для человека среду, природу и просто ей наслаждаться. Норвежская концепция счастья утверждает, что достигнуть гармонии можно самым простым и совершенно незатратным путем. Вместе с тем, эта философия нашла свое отражение и в архитектуре. Начали создаваться небольшие домики, хижины, несколько вдали от цивилизации, куда люди могут приезжать на отдых и наслаждаться единением с природой. Слово «фьюдж» происходит от датского слова, означающего «благополучие». В датской культуре это стало основным понятием счастья. Согласно рейтингу стран мира по уровню счастья, ранее занимает почетное третье место. Фьюдж – это умение наслаждаться самыми простыми вещами и самыми обыденными занятиями, находя в них особую ценность. Фьюдж – это скорее набор действий, которые помогут получать истинное наслаждение от жизни. Майк Викинг, основатель и руководитель датского института расследования счастья, сформировал 8 советов для достижения «фьюдж». Сделать уютное место пребывания, дом, офис, принимать в гости близких людей, вкусно кушать, наслаждаться готовкой пищи, вести активный образ жизни, носить удобную одежду, получать удовольствие от простых радостей, заниматься хобби, творческими занятиями, которые приносят удовольствие, иметь чувство меры, получая удовольствие. Постоянным атрибутом Фьюдж является комфорт, консерватизм, отсутствие перемен, сплоченность и тысячи приятных мелочей, из которых это датское счастье и состоит. Если вам интересно узнать больше о философии счастья в других странах, пишите мне в комментариях. Вот так и хотелось бы добавить, что счастье – это скорее состояние нашей души, и мы не всегда можем объяснить, что же именно вызывает у нас это чувство. Когда у нас все хорошо, мы привыкли это не замечать, а ведь именно это и есть истинные причины для счастья. Но когда нам чего-то не хватает, мы ощущаем себя несчастными и можем не обращать внимания на те хорошие вещи, которые есть в нашей жизни. В случае, когда для счастья нам чего-то не хватает, наверное, ничего не будет сказано точнее, нежели в фразе «помоги себе сам», так как за свое счастье нужно бороться. Остается только добавить – оглядывайтесь по сторонам, ведь все, что вам нужно для счастья, у вас уже есть. Помните о своих достижениях, чаще задумывайтесь о том хорошем, что вас окружает, и будьте счастливы! Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами была Марина. Пока-пока! До новых встреч!